Всем привет! В эфире Универ-Ньюс, а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. КФУ поучаствует в запуске космического аппарата. Студенты Казанского университета поучаствовали в спартакиаде. Какая страна инвестирует в российские проекты больше остальных? На Петербургском международном экономическом форуме состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между КФУ и Ростгеологией. Договор предусматривает совместное решение задач обеспечения комплексного геологического изучения недр, а также поиска и освоение месторождений полезных ископаемых на основе передовых технологий. Другим новостям. Казанский федеральный университет примет участие в наземной оптической поддержке космического аппарата «Спектр Рентгенгама», выпуск которого запланирован на 21 июня этого года. Подробнее в нашем сюжете. «Спектр РГ» – российский проект с германским участием, нацеленный на создание орбитальной астрофизической обсерватории, предназначенной для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне длин волн. Проведение астрофизических исследований запланировано в течение 6,5 лет, из которых 4 года в режиме сканирования звездного неба, а 2,5 года в режиме точечного наблюдения объектов во Вселенной по заявкам мирового научного сообщества. «Нам нужно, чтобы все время работали люди, которые пишут новые программы, чтобы мы быстро анализировали эти программы, обрабатывали, разрешали, что это вот нейтронная звезда, это черная дыра, это обычная звездочка такая, просто магнитным полем. И это нужно делать, потому что полное количество объектов, которые мы увидим, оно, видимо, зашкаливается от миллионов 5 или 7». Наземную оптическую поддержку в этом вопросе окажет Казанский федеральный университет при помощи собственного астрономического зеркального телескопа, установленного на территории Турции. «Важно, что в Казани есть большая группа во главе с Ильфаном Фариточем, что профессором, и что они будут летать туда, в Анталью, а в Казани оплатывать часть информации о очень многих интересных объектах». «Конкурентом преимуществ Казанского университета является то, что у нас есть телескоп крупный с диаметром зеркал полтора метра, который установлен в Турции. И на самом деле мы уже в течение 10 лет вместе, совместно с группой Раштеля Ильича-Сюняева, выполняем подготовительные наблюдения с использованием данных летающих орбитальных астрономий. Может, они не такие совершенные, но они нам позволяют тренироваться в совместных исследованиях о рентгеновской астрономии и оптической астрономии». Обсерватория «Спектр-РГ» будет работать в окрестности внешней точки Лагранжи-Л2 системы Солнца-Земля на расстоянии около полутора миллионов километров от Земли. Вращаясь вокруг оси, которая примерно соответствует направлению на Солнце, телескопы «Спектр-РГ» смогут провести полный обзор небесной сферы за полгода. В итоге за 4 года работы ученые смогут получить данные 8 обзоров всего неба. «Эта работа не на год, это работа на ближайшие десятилетия. И это очень важно, что Институт космических исследований выбрал в качестве одним из основных инструментов наземной поддержки телескоп Казанского университета, потому что это дает шансы нашим молодым студентам, аспирантам, молодым сотрудникам участвовать в этом долговременном проекте». Запуск обсерватории «Спектр-РГ» состоится 21 июня, и мы вам обязательно о нем расскажем. Следите за новостями. Камиль Гемоздинов, Универ Ньюс. Студенты Казанского федерального университета приняли участие в спартакиаде по военно-прикладным видам спорта «Равнение на победу». Они показывали свои умения и навыки в сборке и разборке автомата, в подтягивании на перекладине и многом другом. Подробнее узнаешь в сюжете. В Республиканском центре спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот» прошла спартакиада по военно-прикладным видам спорта среди детей и молодежи города Казани. В спартакиаде «Равнение на победу» активное участие приняли студенты Казанского федерального университета. Такие мероприятия будут содействовать именно разностороннему развитию студента, школьника. Если не довелось ему служить в армии, тогда он хотя бы здесь попробует это все. Так как я до этого учился в кадетском классе, мне подобные мероприятия близки по духу. Это патриотизм и любовь к спорту, пропаганда тоже спортивных мероприятий, здоровый образ жизни. Я сама спортсменка, я уже 12 лет занимаюсь тэквондо. В команду попала, просто пригласили, так как я занимаюсь. В институте все знают об этом. Каждой команде был выдан маршрут, по которому они выполняли задания. Это подтягивание на перекладине, разборка и сборка автомата, оказание доврачебной медицинской помощи, сгибание, разгибание рук в упоре лежа и многое другое. Есть в каждом виде количественные требования. То есть, если в силовых упражнениях в подтягивании участвует один человек, то в медицине у нас уже должно быть два человека. В знании исторической викторины уже выступает полукоманды, это пять человек. Всего приняли участие 13 команд по 10 человек. Это ребята из разных учебных учреждений Казани. Любые командные соревнования, они в первую очередь заключают в себя командные действия, командную сплоченность, но и индивидуальные качества. Здесь тоже немалую важную роль играет. Каждый смог на деле продемонстрировать, в чем он силен. После подведения итогов победители призеры получили грамоты и памятные подарки. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. В Елаборском институте Казанского федерального университета отметили День защиты детей. Состоялся концерт «Мы дарим лето», а также подвижные игры, флешмобы и сюрпризы. Все подробности смотри далее. В Елаборском институте КФУ состоялся праздничный концерт «Мы дарим лето», посвященный Дню защиты детей. Юные гости ждали подвижные игры, танцевальные флешмобы, сладкие сюрпризы. А также были подведены итоги учебного года в детском университете. В этом году у нас целый блок был посвящен знакомству с профессиями. В частности, мы говорили не о традиционных профессиях, а о профессиях будущего. Конечно же, это было детям очень интересно. Организаторы мероприятия подготовили интересную программу. Дети отгадывали загадки, учились играть в шахматы и прошли квест по станциям, выполняя задания на сплочении смекалку. Детский университет возобновит свою работу с сентября. Для маленьких студентов будут организованы интересные мастер-классы, практические занятия, интерактивные площадки. Анна Глазунова, Сирена Иванова, Айдар Нурмеев, Универньюс. США является лидером по инвестициям в Россию. Об этом стало известно на Петербургском международном экономическом форуме. Какие причины отмечают эксперты такого положения дел? Мы расскажем далее. Как сообщает РБК, аудиторско-консалтинговая компания EY, занимающаяся исследованиями в области экономики и финансов, обнаружила выход США на первое место по инвестициям в Россию. Исследование «Инвестиционная привлекательность стран Европы за 2018 год» было представлено в рамках Петербургского международного экономического форума. Напомним, что ректор КФУ Ильшат Гафуров также принимает участие в форуме. На нем состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между КФУ и Росгеологией. США заняли первую позицию по инвестициям в Россию впервые с 2013 года. В 2018 году зарубежные инвесторы вложили средства в 211 проектов России. Количество проектов по инвестициям из США увеличилось с 19 до 33. Это 16% от всех проектов России, в которые вкладывают деньги иностранные инвесторы. Американские компании видят определенные перспективы для российской экономики, для вложений в российские активы, для размещения здесь производства. Поэтому мы видим приток, в том числе иностранных, в том числе и американских иностранных инвестиций в Россию. И на это никак не может повлиять никакая политическая обстановка. Германия, Китай, Великобритания сокращают инвестиции в российские проекты. Европейские и китайские компании продолжают вкладываться в уже существующие проекты, где значительная часть инвестиций уже осуществлена. Американцы, возможно, вступают в новые проекты, которые локально в данный момент времени требуют больших вложений. Инвесторы США вложили средства в 11 проектов на территории Москвы и Московской области, в 4 проекта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Самой привлекательной отраслью в России для иностранных инвестиций остается производство, несмотря на падение количества проектов. Инвестиции в проекты в отрасли исследований и разработок и в области продаж и маркетинга увеличиваются. Здесь производство размещать намного выгоднее в связи с тем, что дешевле ресурсы, дешевле рабочая сила. И плюс к этому, производства, которые размещаются здесь, они рассчитаны на сбыт готовой продукции в России, в странах СНГ, на Ближнем Востоке, в Восточной Европе. Артем Тупичкин, Виолетта Басова, Универньюз. На этом у меня все. Не забывай смотреть на социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok